Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео, как очистить память на андроиде без всяких программ. То есть, чтобы почистить абсолютно ненужный мусор, который уже накопился. Да, на ваших смартфонах есть определенные программы очистки. Вот, например, у меня тоже она есть. Она что-то находит там. Вот, я реально могу чистить ее каждый час и ничего, в принципе, не меняется от этого. То есть, памяти как не было, так и нету. То есть, что она там очищает, непонятно. Сейчас я вам покажу очень простой способ. Не занимает много времени. Ну, и каждый из вас может это проделать, вне зависимости от того, какой у вас телефон, либо какой у вас андроид. Поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, смотрите. Находите свой проводник. Это желтая папочка на белом фоне. Если не находите проводник, то ищите файлы, либо диспетчер файлов. Вот, заходите, нажимаете на три полоски с левой стороны. Заходите в настройки. И вот здесь активируйте у себя показывать скрытые файлы и папки. То есть, вот этот ползунок у вас не будет активный. То есть, его нужно активировать. Дальше, смотрите. Давайте я выйду, чтобы было понятнее. Заходим снова в проводник. Заходим на такую серенькую папочку. Нужно попасть в определенное меню, где у вас распределено все по папкам. И находите папку под названием Android. Здесь заходите в папку Media. ComWhatsApp. WhatsApp. И вот здесь, смотрите. Заходите в папку Media. И здесь нужно зайти в папку Audio. И выделить папочку Send. И нажать удалить. Дальше возвращаемся. Ищем папку под названием Images. Точно так же здесь хранится папочка Send. Вот. Выделяем ее. И удаляем. Возвращаемся назад. Находим папочку под названием Video. И удаляем папочку под названием Send. Вот. Удалить. Дальше, смотрите. Очень важно. Мы удалили три папки, но их на самом деле в основном пять штук на телефоне. То есть, сейчас я вам покажу, что нужно еще сделать. Вот я возвращаюсь на начальное меню, чтобы было понятно. Давайте еще раз зайдем. Здесь нажимаем папочку Android. Дальше папочку Data. Содержимое этой папки не может быть отображено здесь из-за ограничений Android. Нажимаем Показать в файлах. Вот. Дальше загружается вот такое меню. То есть, в принципе, просто цвет папок поменялся. Дальше нажимаем снова на папку Android. Ищем папку Data. Вот. Нажимаем. И мы, в принципе, попали туда, куда нужно. Вот здесь нажимаем теперь Поиск. И пишем слово Send. Вот. И нам еще находят две папки под названием Send. Нам нужно тоже их выделить. И нажать Удалить. Нажимаем ОК. Дальше, смотрите. Удаление двух файлов. То есть, удаление якобы произошло. Если у вас вот эти папки остались, вот как у меня вроде удаление произошло, но никуда они не делись, то не переживайте. На самом деле, они удалились. Это просто так отображается в Android. Смотрите, если я выйду, снова зайдем на поиск, напишем Send. И видите, уже ничего не находит. То есть, удаление произошло успешно. Также еще порекомендую пройтись по некоторым папкам, которые скрыты Android-системой. Ну и там обычно находится мусор, который уже удаленный. То есть, когда вы с телефона что-то удаляете, на самом деле оно не удаляется полностью, а все-таки хранится в резервном месте. И при этом памяти у вас больше не встает. Точно так же заходите на ваш проводник. Вот здесь нажимаете на такую папочку вверху. Дальше заходите в папку под названием Android, папка Media, WhatsApp, еще раз WhatsApp. И вот на вот этом этапе вам нужно удалить вот некоторые файлы. Папка Trash. То есть, это одна из корзин, которая хранит у себя уже удаленные объекты. Там фотографии, видео, то есть, которые вы уже самостоятельно взяли и удалили. То, что там ноль объектов, не обращайте внимания. Android может их скрывать и не показывать. Вот как в случае с папкой Data, там вообще показывало, что ноль объектов. Но мы то знаем, что там все наши приложения. Вот. Берете, выделяете и нажимаете удалить. То есть, удаляем полностью папку. Она самостоятельно восстановится. Дальше папка Backups. Это ваши резервные копии телефона, если вы их делали самостоятельно. Или же это могут быть резервные копии некоторых приложений. То есть, когда, допустим, есть какое-то обновление, старая версия не удаляется с телефона, а новая устанавливается. Но при этом старая занимает просто место, ну и никуда не девается. В общем, ну я обычно такую папку полностью тоже сношу. Даже не смотрю, что там есть. Вот, удалить. Также еще порекомендую перепроверить хитрую папку, которая прячет в себя миниатюры картинок. То есть, когда вы что-то сфотографировали на свой телефон, заходите в галерею, открываете фотографию. И в этот же момент создается миниатюрная копия вашей фотографии. Ну и она сбрасывается в скрытую папку. И там хранится на постоянной основе. Даже если вы удаляете все из галереи, то вот эти миниатюры картинок, они все равно остаются и могут храниться несколько лет. И за весь период пользования телефоном, конечно же, их собирается очень и очень много. И это не только миниатюры картинок, которые касаются конкретно галереи. Это могут быть картинки с браузера, с каких-то групп, которые вы открываете. В общем, смотрите, заходите в папку Android, снова попадаем в нашу папку Data, где наше приложение, показать в файлах. Здесь заходим в папочку под названием Android, папочку Data и вот здесь нажимаем на поиск. И здесь пишем вот, ну можно написать не полностью, вот первых три буквы. А вообще полностью thumbnail называется папочка. Вначале ставится точка, ну и потом пишется название thumbnails. Но не всегда по поиску находит вот по полному названию. Потому рекомендую вот хотя бы начальные буквы вписать просто. И вам уже вот нашли все вот эти папки, которые находятся в папке Data. То есть они распределены по разным приложениям. Конечно, посмотреть, что там вы сейчас не сможете с помощью этого проводника. Можно, если хотите, посмотреть с помощью Total Commander. Но смысла в этом реально я тоже не вижу. Просто выделяете вот это все вот таким образом и очищаете все объекты. Сколько памяти вы очистите? Ну, тяжело сказать. У каждого разное количество таких накопившихся данных. Потому кто-то много очистит, кто-то не очень. Но в любом случае такая очистка полезная в плане очистки, чтобы немного освободить себе памяти. И в то же время, чтобы увеличить быстродействие телефона. Потому что когда телефон захламлен и всем вот этим, то он начинает тормозить, плохо работать. Потому сколько бы у вас не было памяти, там 32, 64, 128, 256. В любом случае очистка полезная. Поддержим видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok